Всем привет, с вами Ильпак и сегодня мы поговорим о лупере. Постарался сказать это слово так, чтобы оно звучало не очень пошло, но тем не менее. Лупер в нашем АК МПС. Ну и прежде чем мы начнем, подпишитесь наконец-то на канал, поставьте лайк и звякните в колокольчик, чтобы узнавать обо всем со мной. И давайте начнем с одного лайфхака. Смотрите. Вот это обычная поставка из Икеи. Подставка под ноутбук. Не знаю почему я думал о этом раньше, но тем не менее. Смотрите, она по размеру оказывается совпадает с нашим АК МПС. Имеет тут резиновую штуку, не то чтобы я рекламировал товары из Икеи, но с ней работа с АК МПС, с учетом того, что на нашем лайве экран, так сказать, не поднимается, как на Иксе. Ну, из положения сидя становится гораздо удобнее и в общем всем рекомендую. Потому что так работа в нашем АК МПС гораздо приятнее и удобнее. Вы понимаете, да? То есть он наклонен, и я лучше вижу, лучше все контролирую. В общем, всем рекомендую. Ну что ж, теперь давайте в клоузап и поговорим о лупере в АК МПС Live. Итак, лупер. Чтобы идти в лупер, мы идем в меню, идем в лупер. Можно представлять из себя окно лупера. Смотрим, что здесь есть. Input, стерео, инсерты, некая громкость. По-моему, объясню, что это за громкость. Здесь кнопка мониторинга, то есть In мониторинг подается на исходящий сигнал. Ну и Off, отсутствие мониторинга. Далее здесь у нас есть количество баров. Можно менять. Они не следуют тем барам, которые у нас в проекте. То есть здесь, например, 8 баров, а лупер у нас, видите, сейчас на 1 бар. Синхронизация. Как раз синхронизация, это вот синхронизация той самой громкости и, в общем-то, всего того, что будет происходить в лупере с тем, что происходит здесь. Но кнопка включена, видите, здесь все отрубается, собственно, и все работает так. Когда мы включаем, ну, здесь вот появляется штука. На самом деле это типа рок-гейна. То есть, смотрите. Пошла запись. Видите, то есть, как только я превысил определенное значение, сработала запись. Убавляем в самый низ. Ну, то есть, понимаете, да? В самый низ запись срабатывает сразу при любом входящем сигнале. Ну, то есть, работает точно так же, как, допустим, в сэмплере. Здесь тоже, видите, есть вот рок-гейн, да? Который тоже как бы влияет на запись. То есть, запись, нажимая кнопка записи, она ждет до тех пор, пока мы не превысим определенный обозначенный сигнал. Лучше всего это сделать, конечно, на минус, чтобы запись началась сразу. То же самое в лупере. Но при сэмплере, как вы видите, она гаснет. И синк фактически синхронизируется сюда, вот, в мейн. То есть, запись начинается вместе с тем, что происходит у нас в мейне. Имеется в виду... Действительно, здесь есть свои транспортные функции, а есть транспортные функции, ну, собственно, проекта. И вот в данном случае, вместе с синком будут работать транспортные функции проекта. Далее, здесь вот написано record to play overdub. Чуть позже объясню, как это работает, но пока смотрите. Когда мы делаем record to play, происходит только однократная запись одного слоя, и дальше перезапись не происходит. При включенном режиме overdub он начинает перезаписываться. То есть, мы можем сделать этот луп слоеным и, как бы, бесконечно много раз на него записать разные слои. Ну, и output gain. Кстати, единственный параметр, который здесь регулируется Q-linkами, да, а вот внизу он у нас регулируется Q-link. Это единственный параметр, который, собственно говоря, означает, как вы понимаете, усиление выходного сигнала с лупера. Что здесь есть дальше? Транспортные функции. Ну, и далее здесь внизу кнопки. Overdub соответствует записи play, play, replace. То есть, когда включается у нас replace, вот эта же функция, у нас что происходит? У нас происходит так, что, как бы, новый луп, он перезаписывает старый. То есть, в случае с overdub он накладывается на старый, а в случае с replace он перезаписывает старый. Clear, собственно, все удалить. Reverse, поменять направление. Ну, и export, экспортировать как sample. Ну, собственно, все, что есть в этом окне. Давайте уже что-нибудь запишем. Предлагаю задать определенный темп с помощью нашей программы. Ну, допустим, у нас уже стоит 120, давайте сделаем попривычнее. Ударов 100 в минуту. Ну и... Ну, допустим, так. Сократим количество баров. Соответственно, идем в лупер. И я, допустим, хочу записать офигенно классный живой клэп прямо вот в этот микрофон. Попробуем. Вот он. Ну, записали клэп, да? Что с этим делать дальше? Давайте его экспортнем, например. Оп. Обозначим пэд, один и запустим кип. Что нам остается? Остается просто кликнуть на свободной программе этот самый клэп. Ну, как-то так. Теперь давайте отсюда все грохнем и запишем сюда какие-нибудь тарелочки. Попробуем сделать это битбоксом. Очень странная фигня получилась. Ну, да, пусть будет так. Экспортнем. Лукс. Собственно, обозначим пат номер два. Кип. Мейн. Сделаем его потише. Почти хэп. Почти хэп. Ну, вот. Например, вот так. Получилось стрёмно, но забавно. Так. Чтобы нам дальше прописать флупер, нужна какая-нибудь мелодическая часть, наверное, да? Там, ну, как бы побоюсь писать бочку. Не знаю, что оба что ударю, чтобы получилась бочка. Но давайте-ка попользуемся нашим айфоном. И вот такой вот странной, забавной приблудой. Плей. Что мы здесь имеем? Библиотечка звуков. Попробуем. Попробуем. Ну, допустим. Давайте сейчас спробуем режим как раз тот самый овердап. Включаем овердап. Чтобы, так сказать, записать сэмбл пачку. Ну, и посмотрим, что-то так получится. Рек. Плей. Видите, что происходит, да? То есть он движется, движется, движется и каждый раз как бы записывает сверху. Ну, давайте натянем что-нибудь. Допустим, вот, attack, bounce, bounce. Ну, что-то так себе. Брис флют. Наверное, так, да? И поехали овердапить. Брис флют. 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 Вот такая у нас пачка получается Я думаю, какой-то странный драмки Давайте отсюда возьмем еще один тарелочек Ну, допустим Есть один интересный момент, да? Смотрите, если мы поставим insert, то insert будет работать сразу То есть он будет записываться с тем эффектом, с которым мы пишем в лупер Ну вот, допустим, tube drive сейчас поставим Сюда выберем какой-нибудь адский пресет Ну, допустим Ну, вот что-то такое Ну, и теперь, конечно, export Куда-нибудь его на пат номер 3 Keep И вот так Ну, собственно, наверное, поняли, да? Вот, собственно, и все, что Попробую все-таки сделать бас Вместе с air drive, да? Для этого покажу вам, как работать replace Нажимаем replace Нажимаем play start Неудачный образ звук Как видите, при ретейсе он, грубо говоря, тупо перезаписывается То есть он не записывает сверху Он записывает как бы заново Ну, вот смотрите Видим, по факту, каждый раз Стирает Ну, странная функция Ну, вот она есть такая Да, ну, давайте еще раз попробуем Допустим Покажу вам, как reverse работает Да, на телевизоре Ну, и, собственно Ну, спасибо Вот такую вот странную штуку мы с вами соорудили Собственно, так работает лупер Ну, что ж, товарищи Вот такая вот функция лупера Для чего его использовать? Ну, наверное, каждый сам решает И, знаете, я когда Ну, когда первый раз увидел лупер Я, честно говоря, искренне надеялся Что он будет иметь функционал Вот того самого лупера Как вот от компании Boss Большой штуки, которую используют люди При лайф-лупинге Ну, вы знаете, что такое лайф-лупинг Да, это когда у нас Очень крутые музыканты Собственно говоря Сразу играют там целую песню Все это обновременно играет Тут же напевает что-то И, в общем-то, все это получается В такую музыку Которая создается Вот прямо сейчас на ваших глазах На KMPC Технически Можно сделать так же Используя овердап-запись Но вы абсолютно лишены возможности Каким-то образом Подействовать на это Там уровни, не знаю Изменить Затем Ну, может быть, свести То, что получилось Ну, вы фактически лишены всего Просто получаете пачку В одном Ну, по сути, вау-файле Который потом можете, конечно Использовать в своем проекте В дальнейшем Но, тем не менее Вот такая вот Живая работа С возможностью там Отключить Некоторые записанные дорожки Заново их включить Отредактировать по уровню Ну, не получится В этом смысле Функция лупера Немножко куца Зато она отлично подходит Для, ну, скажем так Для прописания Всевозможных Шейкеров Клапов И, в общем-то, каких-то там Партий Которые должны быть Жестко зациклены Причем, вы сами понимаете То, что Количество баров в лупере Не равно количеству баров в секвенсе Ну, то есть Может быть равно Может быть не равно То есть Ну, как бы в этим можете играться То есть Сделать там Два бара в лупере И несколько раз Сыграть их в секвенсере Ну, короче Это все ваша фантазия И вот Пользуйтесь этим инструментом Надеюсь, видео было вам полезным До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин